Доброго времени суток! Рад всех приветствовать на трансляции игры про Лиги сезон 15 и сейчас у нас стартует второй раунд группы Си. И у нас столкнутся такие два коллектива, как MYRM, либо же как они называются по-другому в Старладдере, и Доклер Мирмидонс, ну собственно и вместе с командой ГУС, который называется ГУС Гейминг в Старладдере. Ну в принципе аналогичная ситуация. В принципе две достаточно сильные команды, не скажу, чтобы большой был винрейт у команды MYRM, но у команды ГУС с винрейтом гораздо более хорошая ситуация, 95 на 23, у команды MYRM 47 на 24. Достаточно быстро у нас стартанула стадия драфта, хочу я вам сказать. Ну и в принципе видим мы что? Рикимару и Бестмастер за силы тьмы, которые играют Доклер Мирмидонс, банят достаточно интересно. И в принципе пикают Феникса и Нейт Сталкера. Отличная такая комбинация героев сейчас у нас прослеживается. Также команда ГУС Гейминг, которая играет на стороне Сил Света, выбирает в бан Тимберсоу, Войт и Оракл, и повсеместно пикая Эрт Спирита и Слардара. В принципе сказать можно следующее. Эрт Спирит со Слардаром тоже смотрится достаточно привлекательно. Если будет хорошая реализация, опять же это очень мобильный пик, где Эрт Спирит постоянно будет вкатываться со своего шарика, очень так прикольно. И Слардар с Блинк Даггера, если успеет конечно же его выформить. Опять же под вопросом Слардар припозиционирует себя как Кэрри, либо же как Хардлейнера. Но по сути здесь гораздо было бы приятнее видеть Слардара, конечно же, как Хардлейнера, потому что, ко всему прочему, если набрать в такой пик Темплар Ассасин в мидлейн, как Кэрри взять даже какого-нибудь Фантом Лансера. Ну в принципе любого героя, кто бьет хорошо яйцо. В принципе тут даже Легион Коммандер и Вивер в принципе хорошо подойдут. Опять же все зависит непосредственно от того, как команда изберет для себя какое-то стратегическое планирование. И мы увидим конечно же, что будет в пике. Опять же команда Доклер и Мирмидонс хорошо забанили Клинкса. Он невеликолепно разбирается с яйцом и он потенциальный враг Феникса. Вот прям потенциальный, потому что вылавливать Феникса и разваливать буквально в считанные секунды это большая проблема. Также Тинкера забанили та же команда и Тераблейд забанен от Гузгейминг. Достаточно интересный разбан и распики. Мне сейчас очень нравится. На самом деле Найт Сталкер как потенциальный роумер, постоянно ходящий по всей карте и в принципе психологически уже напрягающий во время ночи. Ты можешь ожидать этого героя и бояться. Ну то есть соперник изначально уже настроен на то, что Найт Сталкер будет постоянно ночью тебя гангать. И Слардар здесь выступает более так успокоительный вариант. Он постоянно будет Amplify дэмэдж вешать. Но опять же, после первой ночи Amplify может и не появиться. Поэтому Найт Сталкер здесь потенциальная угроза. И в принципе со Слайфстилером он очень классно смотрится. Вообще и с Фениксом тоже. Там на Икарус Дайве в принципе пролетаешь, Гуля вылазит, быстро фокус. Найт Сталкер в принципе тоже достаточно быстро прибегает в этот файт. Учитывая тот факт, что в любой момент можно подрубить ультимейт. В это время команда Гусгейминг решает сделать выбор Дизраптора и Сларка. В принципе неплохо. Опять же, под Дизраптором Сларк очень круто в статике и кинетике фокусит любого героя. И Леон. Непонятно почему именно Леон. Леон не выживает от Сларка. Насколько я знаю, если опять же в начальной игре этого Сларка постоянно не напрягать, будут очень колоссальные проблемы. Как у Леона, как у Найт Сталкера. Опять же, этот Сларк потенциально опасный герой в лейте. Именно для таких как... для таких маленьких и слабеньких героев, как Леон, например, или Феникс. Тот же самый. Опять же, Найт Сталкер это такой силовик очень укрепленный. Опять же, мы видим сейчас ребята из команды Сил Тьмы, а именно Доклер Мин и Донс, решают упор сделать на силу. Непосредственно на большую выживаемость. Лайфстиллер, в принципе, показывает неплохую показатель. Учитывая тот факт, что у него пассивочка достаточно классно работает. В принципе, под Рейджем там очень хорошо все прохиливается. И Лайфстиллер здесь достаточно неплох. Опять же, Леон здесь может выступать как непосредственный Бёрст Дэмэдж. От чего? Именно от пальца. Сейчас, может быть, будут делать больше на Леона, на упор в палец, на упор быстрые киллы Дизраптора, чтобы полностью отключать пик команды Гусгейминг. И Шторм Спирит. Вот он, последнее звено отключения вот таких героев, как Дизраптор и Эрт Спирит. В принципе, Шторма бы я хотел сегодня увидеть через Аганим. Опять же, рабочая тема, на самом деле, если учитывать тимплей. Весь тимплей, который будет вообще наблюдаться за всю стадию игры, может разбавить Шторм Спирита и, в принципе, дать ему еще больше буст в то, чтобы с Вортекса с Аганимом просто всех стягивать в одну кучку. Леон в это время с Аганимом просто долбит пальцем. Ну, конечно, это все такое, идеальный расклад и идеальная позиция для вот таких вот непосредственных мувов. Опять же, все это будет также зависеть от самого Леона. Фарм у него не самый благоприятный, скиллы, я подразумеваю, и будет достаточно сложно ему выфармливать такие артефакты, как Аганим. Опять же, был бы Алхимик, было бы нам намного все проще. И Шторм Спирита у Леону в перспективе. Ну, опять же, вернемся к стадии драфта и обсудим баны. Ну, там бан был Пак и Death Profit, и Медуза, последний закрывающий пик, решает команду Гусгейминг взять. Очень интересный распик. Вот прям мои ожидания на эту игру. Прежде всего, это постоянные какие-то файты, то есть их будет навязывать как и Доклер, Мирмидонс, так и Гусгейминг. Потому что все, в принципе, герои опосредованы тем, что готовы постоянно гангать, постоянно помогать своим тиммейтам. Опять же, это тот же самый Эрд Спирит, постоянно вкатывающий, бьющий. Это наверняка тот самый Эрд Спирит, который будет собираться через стандартную урну, возможно. Ну, купит себе Орпов Веном и будет ходить и постоянно напрягать соперника вообще, не давая ему продыху. И вот, влетаем мы буквально-таки в игру. Немножко пролаг у меня. Прошу прощения, сейчас должно все отвиснуть. Вот, ну в принципе, да, такой достаточно мобильный пик у коллективов. Мне на самом деле очень нравится. Сейчас Дота переходит в такую достаточно мобильную игру. Очень быстрые какие-то движения, переходы. Все будет зависеть непосредственно от того, как разбираться будут уже с этим команды. Опять же, стартуется и у нас игра. Достаточно классное лобби. Здесь только я пару раз вылетел. Ну, в общем, все коллективы желают друг другу удачи. Ну и, в принципе, мы тоже можем передавать им привет. И быстренько представим коллективы. Опять же, на стороне команды Сил Тьмы играет команда Мирмидонса. Массакари будет отыгрывать сегодня на Найт Сталкере. Вайт играет на Леоне. Джон Кэрри будет играть на Лайфстилере. Фаертрек будет играть на Фениксе. И последнее это Харибон, который будет отыгрывать на Шторм Спирите. Опять же, тут отметим, что Смоук идет от команды Мирмидонс. Видит все это Сларк. Отличный баунс уходит. Немного... Немного сильная реакция, на самом деле, у Сларка. Кстати говоря, Сларк у нас играет Убивашка с никнеймом. Эмейзинг будет играть на Дизрапторе. Где это замечательный герой. Вот он, Дизраптор. Классный сет. Ну, собственно, Йорк Найт играет на Эрт Спирите. Имба Фо играет на Медузе. И также Слардар Орбайта. Достаточно интересный. Орбита, точнее. Прошу прощения. Играет на Слардаре. Ну, все начинается. Смугганг неудачный. Задоджил его Сларк. Достаточно уверенно там пробежался. Забирает Эрт Спирит, рунку. И Шторм Спирит наверху также забрал. Очень интересный выбор, на самом деле, отдавать Суппорту, руну. Ну, в принципе, 100 лишних голды. Медуза. Медовая Медуза. Очень интересно. Медуза, которая будет фармить до непонятной мне минуты. Опять же, это дабл мид. Будет от коллективов. Здесь сразу же Имба Фор забирает обсерв, который был поставлен командой Мир Мидонс. И сейчас будут какие-то, ну, возможные дабл линии. Опять же, Йорк Найт здесь будет скорее как более-менее ромящий герой. Ну, дамажит неплохо так Феникс. Ну, и сам раздамаживается неплохо. Но пока что Сан Рей не такой сильный. Вначале, опять же, дабл линия команды Мир Мидонс сейчас больше, по большей мере, устаивается. И здесь стоит Медуза как бы в соло. Ей будет достаточно интересно здесь стоять. Опять же, скорее всего, это будет Медуза, которая через третью будет в основном упор делать. Ну, и Змейки здесь будут делать свою работу, конечно же. Орбита стоит достаточно неплохо. Первый левел. Скоро будет второй. Но, опять же, это только первая минута. Здесь его Леон не должен прям сильно так напрягать. Опять же, учитывая тот факт, что с Лордар сам по себе, ну, герой достаточно такой укрепленный. Вначале, если там не трипла стоит агрессивная, то ему будет очень так комфортно стоять. Плюс, ко всему прочему... Прошу прощения, сейчас на секундочку мне нужно отключиться. Так. Прошу прощения, дорогие друзья. Нужно было мне отключиться здесь буквально ненадолго. Просто забыл вырубить оповещение в доте. И, друзьяшки мои, вылазью там. Ну, в общем, неважно на самом-то деле. Видимо, Юрк Найт все равно тусуется в Меду. Здесь помогает законтрить рунки. Ну, у него урон тоже достаточно больный. Учитывая тот факт, что 620 хп на 580. Там три защиты у Эр-спирита и ноль. Плюс один у Феникса. Ну, это под башней стоит. Да. Достаточно слабый Феникс вначале по статам. В отличие даже от Эр-спирита, который по статам намного превышает сейчас. Ну, учитывая, что армора даже больше. Намного превосходит в этом отношении бронированный земелька. Вот, орбита пока чувствует себя здесь достаточно неплохо. Хоть и фармить не самым лучшим образом. По крипстату мы видим все это. Лайфстиллер опережает впереди планеты всей. Даже впереди Сларка. И тот же самый Шторм Спирит показывает гораздо лучшие результаты, нежели Медуза. Но, опять же, Медузе нужен разгон по Экспириенсу. Это будет Медуза, которая постоянно будет отстреливаться змейками. И достаточно классно будет все это вливать туда как дэмэдж. И очень тяжело будет. Видим мы Найт Сталкер соло-хард стоит. И стоит неплохо. Главное, не фидит. Вот что нужно обозначать для таких соперников. Таких героев, точнее. Которые отыгрывают здесь. И отыгрывают, в принципе, неплохо. Опять же, Дизраптор уже имеется Глимс, но не имеется Кинетика. Видят здесь Найт Сталкер. Разминает Мейзинга. Неплохо так подразмял, в принципе. И сразу же делает отводик такой. Под своих крепочков. Да, он у него успешно получается. Сейчас будет интересно. Опять же, Сларк здесь тоже стоит достаточно хорошо. Ему здесь все устраивает и так далее. Наверху тоже постоянные отводы. Саппорт Леон здесь с работу свою выполняет прежде всего. Ну и пока что все глухо. Никаких экшенов не происходит на карте. Все достаточно сайвово. Плюс ко всему прочему, ну, фармят все. ПТ-шка появилась у Сларка. Опять же, непонятно. Сейчас вот Феникс, видим, перетекает опять в мид-лейн. А Бузит для своего мидера. Боттл принес он ему, скорее всего. И будет он ему отдавать. В это время Эрдспирит второго левела. Стоит он пока что без особых супергангов. Ну, бегает из стороны в сторону. В принципе, здесь он в любом случае поднапрягает психологически. Первая ночь Найт Сталкер стоит на линии. Гораздо уже ему попроще здесь будет стоять вообще. И будет даже он фармить гораздо лучше. Но, опять же, далеко от Слардара он не ушел. И здесь же Сларк постоянно в напряжении держит Найт Сталкера. Там Баунс, там Деспакт на двоечку. Очень опасно он здесь в любом случае выглядит. Влетает земелья. Влетает достаточно неумело. Он, опять же, имеется стан. Очень сильно продамажил. Вортекс. Сколько камней понаставил Йорк Найт. Но не выживает здесь. Харибон забирает его быстро. Вот это было шоу. Удивительно. Падение камней на землю называется. Он, опять же, не очень удачно влетел. На самом деле, там Эрдспирит. Если бы попал, возможно, бы Штормспирит подстрял. Но в упор Штормспирит уйти проблема. Вот, опять же, Найт Сталкер выходит в ганг. Тут же и в позиции Феникс. Очень мало маны у Медузы. На самом деле, идея забирать эту Медузу очень хорошая. Я бы ее... Очень даже бы... Но сразу же две сейв ТПшки. Влетает сюда отличный Вортекс. Была попытка подсейва у Медузы. Но Санрей на двоечку очень опасный. Опять же, здесь Орбита тоже может подстрять. Идет за ним до конца Найт Сталкер. Нет, не будет идти. Здесь скорее Йорк Найта заберут. И достаточно успешно забирает его Найт Сталкер. Очень хорошо навязывает драку команда Сил Тьмы. Очень хорошо выходит Найт Сталкер. Сразу же моментальная реализация ночи. Делаю три моментальных килла. Отличная игра. Кстати говоря, кто же еще умер? А, Йорк Найт умер же два раза. Да, только что... Не, вот здесь у нас. Ну да, 3-0 становится счет за командой Мернидонцев. Отличная игра. На самом-то деле, хорошее положение. Начало... Ой, как много демеджа по змейке-то прошло. Отлично. Если в четверочку, там вообще, наверное, четверть лица оставалась бы у Леона. И можно было его там спокойно догонять. Ну да. Очень хорошее начало для Найт Сталкера. Отличный буст. Он, опять же, покупает все фазы для скорости. И правильный, в принципе, выбор делает он. Он смотрится достаточно опасно по отношению к любому из героев вообще. Не очень здесь медуза пока что смотрится. Учитывая тот факт, что Stone Gaze вообще она не решает вкачать. Это большая ошибка, я считаю. Этот файт бы закончился по-другому, если бы имелась ультимативная способность. Все это, на самом деле, не доигрывание. Ну, хотя, в принципе, если герой решает именно вкачиваться вот таким образом, в принципе, есть, возможно, какая-то идея на будущее. Змеечки, опять же, зачем вкачивать сплитшот на двоечку, учитывая, что у тебя урона-то особо сейчас нет. И основной урон нужен от змеек. А сейчас, в основном, мана шилд тебе. Прям не то, чтобы спасает, но наводит порядок. И мы видим, что Storm Spirit не даст просто тебе фармить. Здесь со стрелами твоими. Это плохая идея. Выход на орбита. Ну, он здесь отсюда уходит. Просто достаточно хорошая реакция от Слардара. Понял здесь, что он не убежит никак. Ну, и Йорк Найт тоже достаточно хорошо может убежать отсюда. И не подскрывает никто, но спушивается Тауэр. Отличная игра. Хорошо Мирмидонцы перетягиваются. Плюс еще Найт Сталкер прожал ультимейт для того, чтобы здесь навести психологическое давление. Ну, и здесь как бы размен. Ну, но размен в пользу Мирмидонцев, конечно же. Они забирают все-таки Тауэр. Вот он, Джон Кэрри, только что добил его. Никто сюда не тпшнулся. На самом деле, если прибежал бы сюда Сларк с ультимативной способностью, можно было как минимум двоих забрать здесь точно. Опять же, Найт Сталкер перетягивается наверх. Забирает, на самом деле, силы света башню Т1 в размен на то, что забрали до этого Мирмидонца. Но, опять же, Гус здесь смотрится тоже интересно. Сларк фармит нон-стоп вообще. Ну, и топ Датворс сейчас имеется у него. Пурман Шилта, Квила и также ПТшечка у него имеется. И в это время Лайфстиллер за ним просто по пятам. Достаточно спокойная, на самом деле, игра. Восьмая минута, 3-0 счет. Единственный файт, и это только в Миду, ошибка Нерд Спирита не очень умелая в лед. И, опять же, дальнейшее продолжение файта, там, падение камней. Ну, и, в принципе, общий тимфайт на Миду. Опять же, Медуза появляется в Стонгейс. Это очень хорошая, на самом деле, способность. Вот под такие замесы она вот самая то. Шторм Спирит, ЛОХП, фармил леса. Интересно. Достаточно интересно, да. Проходит у нас игра. Но, опять же, все превращается больше в фарм. Доту, нежели вот нон-стоп-файт. Какие-то оптимальные переходы, движения. Все сейчас показывает Мирмидонс. Они будут стопроцентно ждать сейчас ночи. Без ночи Найт Сталкер, скорее. И даже Гуля тоже самое будет фармить леса. Особо не будет выбегать. Это правильно, на самом деле, решение. Учитывая тот факт, что и Шторм Спирит неплохо так фармит. Ну и по Найт Ворсам, в принципе, все ровненько. Более-менее у команды Мирмидонс. Опять же, Слардар нон-стоп-фарма дает преимущество буквально-таки в несколько голд. В отличие от Найт Сталкера. Ну и можем сказать, что сейчас вот с такими мувами вот эти три килла просто не окупаются. Опять же, тут же и на тысячу только Найт Ворса. Медуза отстает, но у нее стаки имеются. И не змейка в четверочку. Еще дабл дэмэдж сейчас поднимет. И все, вообще будет эта Медуза супер устрашающая. Ходить просто разваливать всех крипов. Дальше Саня пойдет, заберет стаки. В принципе, уже будет потихоньку догонять ближайшего своего соперника по Найт Ворсу. Достаточно сложно, на самом деле, это будет. Шторм Спирит уже восьмой левел. Девятый Медуза. Хоть и по Найт Ворсу у нее все плохо по Экспириенсу. Зато начало у нее задалось неплохое. Сларк имеет уже Шадоу Амулет. Это хорошая для него, на самом деле, новость. Учитывая, что вот так вот зашел, подхилился. Подождал крипа. Прикольно он здесь юзает свой Шадоу Амулет. Сюда выходит Леон. Сюда выходит и Феникс вместе с Найт Сталкером. Хороший выход, отличный влет от Вайт. Вайт здесь, возможно, подстревает. Хорошая ультимативная способность. Но сблевают и Кнайта. И здесь Сларк, скорее всего, не уходит. Минус Сларк. Ну, даблкил совершает Найт Сталкер. Отличная игра. Сларк забрал, конечно же, бедного Леона. Леон там не успевал вообще ничего не сделать. Но если бы он успел бы втащить Сларк ультимейт, я думаю, Сларк сломался бы гораздо быстрее. Возможно, не обошлось бы... Обошлось бы и без смерти Леона. Но... Эрт Спирит очень сейчас плохо себя чувствует. 0-3-1 у него счет. Пока он не оправдывает моих ожиданий. Учитывая, что Земеля это вообще такой постоянно ромящий герой. Возможно, здесь нету коммуникации непосредственно героев. Ну, в плане как-то... Вяленько у нас немножко проходит. Ну, вот такие дела. В принципе, стаки хотя делаются. Это хорошая идея. Опять же, нынешний стак не получился. Имеется три штуки. Но это для Медузы не предел. Опять же, Медуза фармит достаточно неплохо. Она уже сократила свое турне на 400 гол. Если до этого на 1000 она проигрывала. Ну да, против Медузы здесь фармить не самое лучшее на самом деле занятие. Опять же, Шторм Спирит здесь. Также неплохо фармит под первым способностью своей, под оверлодом. Выход на Шторма. Ну, какой-то вялый достаточно выход. Хороший глим, статик. Ну, никуда здесь не уходит, на самом деле, Харибон. Но очень много потратили. Очень много выходов. Опять же, в пятером. Но забрали. Минус Шторм Спирит. Хорошая вылазка. В любом случае, смог оправдан. Забрали, как бы, основного героя. Это уже хорошо. Ну и плюс, вышка на Меду упала достаточно быстро. Медуза для себя взяла этот фраг. Ну и, видимо, и по натворцам. Это большой скачок, на самом деле, опережение по ситуации. Выход Джон Кэрри. Здесь же сразу же ТПшечки. Две. На подстраховку для Медузы. И, возможно, вдогонку. Но Блинк Даггера нету. Здесь же Сларк подцепил Вайт. Ультимейт потратил. Не очень удачный ультимейт. Опять же, вдогонку. Йорк Найт. Отстреливается. Попадает по Вайту. Чуть-чуть, буквально-таки, не хватает дэмэджа. Очень сильно камень залетел. Сейчас прям удивительно. Сколько этот камень-то? Болдер Смэш. Ну, 150 урона. В принципе, достаточно, чтобы вот такому Леону доставлять определенные проблемы. Да, недооцененный скилл. 200 урона, опять же, не так уж много. Вот именно в лейтгейме Эрд Спирит теряет свое значение. Только Магнитайз там очень много проблем может создать. Опять же, я видел, что вытворяют некоторые игроки с этим Эрд Спиритом, когда он приобретает себя Аганим. Вот Аганим, это прям лейтовый артефакт для Эрд Спирита. Он может подстраховывать своих тиммейтов, превращая их в камень и отталкивая чуть ли не там за километр. Улетает при этом герой. Плюс, можно так цеплять любого героя-соперника, просто притягивая и отбивая его прям близко к своим тиммейтам. Тем самым отзонивая соперника и давая своим тиммейтам шанс быстро разорвать противника. В принципе, тематика на самом деле-то неплохая. Вот только не часто мы видим именно вот этот артефакт на Эрд Спирите, хотя он просто шикарен. Опять же, сейчас, возможно, вот я прям хочу предсказание такое небольшое сделать, пока пауза как раз настоит. Аганимы появятся на Интернейшн или на Эрд Спирите. Вот я прям думаю так, потому что на самом-то деле очень недооцененный артефакт. Хотя, кто его знает. Опять же, если появится Аганим на Эрд Спирите в ProDot, он моментально во всех пабликах появится. Также и, возможно, на Старладере. Все будет зависеть от игроков, которые задают ритм вообще всей жизни доты, так скажем. Ну, вот опять будет это видно уже в ближайший момент. Скоро, очень скоро, дорогие друзья. Ну вот, в принципе, забрали Т1 Тауэр у Мермидонца на низу. И здесь же сканер силы тьмы тратят. Сканер пока ни по кому не попадает. Очень такой интересный скан был здесь, заюзан. Опять же, здесь можно подловить Феникса. Это хорошие выходы здесь. У Свардара уже имеется Блинк Даггер. Выход. Эмплифай. Ну, здесь стирает буквально с лица земли Феникса. Прям выход достаточно хороший. Там еще Свардар был под руной Инвиза. И, в принципе, ему вообще было на все пофиг. Хороший выход на Сларк. А Сларк здесь очень сильно подстрял. Загулял. Лайфстиллер прям, прочитав вместе с Найт Сталкером. Хороший Сайланс был заброшен Найт Сталкером. Ну, и здесь Амейзинг, конечно же. Не уходит, успевает сбить Найт Сталкер. Думал, прям вот секунду хватало Амейзингу. Минус 2. Отличная игра от Мирмидонцев. Хорошая реакция. Вразмен на Феникса. Нужно было там отходить. Под Т1 Тауэр. Немножко занаглели ребята из команды. Гусы. Это стоило 2 смертей. Счет становится 3-7. По общим показателям Найт Ворса. Все в нулях. По экспириенсу, конечно же, гусы пока впереди. Но 2000 это не такой большой показатель для 16-й минуты. И вот он. Найт Сталкер. Хэнд оф Мидас. Девятый левел. Фазы, урна и грыжные стики. В принципе, для него все неплохо так смотрится. Учитывая тот факт, что 3-0-3 у него счет. Хард лейнер. Достаточно неплохо себя ощущающий в этой игре вообще. Но против Медузы. Лайфстиллер. Посмотрим, как будет справляться. Опять же, он будет такой достаточно сильно бьющий и в минус арморящий. Лайфстиллер. Собирает он дезолятор. Имеется он уже армлет. Это неплохой артефакт для него в данный период времени. Но посмотрим, насколько это все будет окупаемо. Главное в игре, именно вот непосредственно в любой игре, это окупаемость тех итемов, тех способностей, которые ты покупаешь и прокачиваешь. Если все это как бы вдается, тебе плюсик в копилочку падает. Там и фраги, и пуш хороший, либо же что-то одно, но опять же одно сопутствует с другим обычно, то все у твоей команды хорошо и в принципе все ты делаешь правильно. Но не всегда это может срабатывать. Вот, например, сразу отмечу, да, Мидос это прям шикарный артефакт, особенно вот в лейтгейм. Но против Медузы не думаю, что это самый удачный артефакт на самом-то деле. Опять же, Ластилер, не хочу сказать, что... Кстати, здесь выход, Смока хорошая реализация. Ультимативные способности Эмейзинга. Дизраптор, Статик, Кинетик и там Сларк без шансов забирал. Опять же, отметил я этот факт, что со Сларком вот такие вот реализации способностей Дизраптора намного упрощаются. Опять же, с Шадоу Плейдом здесь все гораздо проще у Сларка. Плюс Эхо Сейбер только что прилетел к Сларку, плюс еще Ринг оф Аквила имеется. Ну, отсюда улетает, конечно, Феникс, он был прям лоу ХП, улетал. И тоже Мидос выбирает, он, видимо, Гловс оф Хейст он приобретает. Ну, убивашка здесь уже на подстраховке. Опять же, его здесь достаточно трудно убить. Сларк должен понимать, что здесь имеется вард. У Леона, кстати, классный артефакт появляется. Это Блинк Даггер, он упростит жизнь вообще всей команде. Будет хорошо цеплять вообще любого героя. Это очень классный артефакт. Мидоса забирает очередную башню, это очень хорошо. И плюс появляется еще Манта Стайл. Манта Стайл появилась, моментальная реализация Смог. Смог разбился. Здесь в позиции Слардара опять руны Инвиза. Ну, что за такой лакер, так скажем. Он сейчас дает хороший вижен, кстати говоря, на Найт Сталкера. Будет однозначный выход. Найт Сталкер подстревает. Хороший стан, большой масс-файт, хорошее яйцо. Опять же, Джон Кэрри вцепился в Эмейзинга. Здесь забревают очень быстро Найт Сталкера. Леон, кстати, уже давно в Таверне. Феник забрал Дизраптор в это время и подстрял. Орбита. Хороший Вортекс. Сейчас Харибон в стане, попал в стан и уходит отсюда, возможно, Слардар. Опять же, хороший Эмплифай. Эмплифай рейджем был снят. И отличная игра для команды Мирмидон. Все прошло очень плохо. Плюс разводка на байбэк отличная. 998 голды. Ну, штуку голды для себя оформили. Сларк делал там дабл-кил. Для него окончился файт очень удачно. Даже Ультимейт Медуза там особой роли, конечно же, не сыграл. Но классный был файт. Опять же, там классное яйцо было поставлено. Но, к сожалению, не хватило дэмэджа, вот, буквально-таки, там, чтобы сбрить эту Медузу. Ну, Медуза не самый, на самом деле, нужный герой для фокуса. Опять же, кого фокусить? Сларка, который может в Shadow Blade, либо в Ультимейт уйти. Либо Медузу, который там манут, попробуй сначала сбрей, а потом только надо будет ее саму добивать. Вот такие вот пироги-то на самом-то деле. Диффьюзл Блейд, те, кто не сжигает ману, очень сложно будут стоять против Медузы. Там либо нужно просто миллион дэмэджа вливать в нее, либо же нужно как-то ману поджигать. Вот с этим проблемы у команды Мермидонс. Слардар приходит с Amplified Damage, помогает своему основному кэри. Ну и, в принципе, правильно. Штурм Спирит пока что не смотрится так агрессивно, как хотелось бы, но это не агрессор. Скорее всего, это более контролящий герой, вот, контролить какие-то одиночные цели. Например, того же Дизраптора, того же Земелю, кстати говоря, Магнетайс там я особо не увидел от Эр Спирита, но там, скорее, он погибал. Гус отыгрывает для себя 4000 нетворца преимущества, ну и плюс 5000 преимущества по Экспириенсу. Очень долгий выход на Рошана, Мермидонсы, ну, рискуют. Но по УХП уже даже треть остается у Рошана. В принципе, Эгида сейчас может стать именно Мермидонсов. Да, не решают, не подозревают, возможно, команда Гус, что там умирает Рошан. Рошан падает, Эгида у Штурм Спирита моментально сейчас нужно бежать и реализовывать его, но Вижена нет. У команды Мермидонс Вижена вообще на карте не имеется. Вот здесь есть один Апсерв за командой Гус и вот здесь есть, конечно же, Апсерв еще один за командой Мермидонс. Больше ничего не имеется. Появляется Гем оф Труссайд у Найт Сталкера. Теперь вообще Вижена не будут давать, но, опять же, это очень рискованно. Без Аганима-то на самом-то деле все это очень сомнительно. Можно сейчас запросто его потерять, этот Аганим. И если ты теряешь Аганим, ты отдаешь преимущество. Надеюсь, этого не произойдет для команды Мермидонс. Ну вот они на нижней руне здесь тусуются. 12 Блокссонов, кстати, у Штурм Спирита моментальный Смаук. И выход. Будет выход, но, может, как-то это увидели команды. Но сейчас позиции, кстати, на хайграунде сейчас находятся ребята из команды Гус. Более выгодной позиции, если пойдут по верху Мермидонсу, может быть, кого-то испалят. Опять же, здесь хороший, отличный Апсерв. Спалили Феникса, видят все это. Ну, блинкаут. Нет, не блинкаут. Хороший Феникс ставит яйцо. Отличная ультимативная способность от Амейзинга. Амейзинг отсюда не уходит моментально, отправляется в таверну. Но также хороший палец от Леона Слардар в таверне. Пытается подсовить также Найт Сталкер. Забирает Сларка. Это минус 4 делает команда Мермидонс. Что это было? Вот что... Блин, боже. Слардар стоял. Он все увидел. Отличный блинкаут. Можно было уходить командам. Зачем вы деретесь без Медузы, которой нет тревелов? Ну, не может она переместиться к вам. Плохо, очень плохо. Реализовали. И знаете, что есть эгида. Зачем оставаться? Это дача трех Блудстонов в карман Шторм Спириту. И плюс там Сларк никак не ушел. Отличная игра от Феникса. Ну, там и Найт Сталкер Сларка вцепился буквально-таки зубами. И сейчас выход на Медузу. Отличный Вортекс. Харибон. Просто выследили эту Медузу. И она здесь не выживает. Однозначно будет умирать. Хотя бежит очень быстро. Земеля помогает. Да, неужели выживает? Не бегут дальше за ней. Хотя Шторм Спирит можно было рискнуть и полететь на ультимейте дальше. Но не решается. Медуза достаточно объемный герой по выживаемости. Но не получилось. Хотя задумка была достаточно интересная. Кура опасно летит. Можно было здесь ее подцепить Слардару. Опять же Слардар тоже очень сильно рискованно двигается. Но у него здесь Вижен здесь, конечно же. Опять же, этот Вижен сопряжен с тем фактом, что можно как-то передвигаться. Но вот сейчас вот этот файт был проигран, к сожалению, командой Гуз. Именно из-за невнимательности Слардару нужно было только блинкаутнуться оттуда. И все. И вся твоя будет работа сделана. Ты спалил главный Смок и тактически отступил. Выход. Ой-ой-ой. Как же здесь хорошо сыграно Шторм Спиритом. Прямо под обсервом Сларка подловили и уничтожили. Харибон пытается тэп-аут сделать. Не получается у него. Эрт Спирит здесь хорошо ему помешал. Но сам Эрт Спирит возможно и подстрянет. А где помощь команды? Хороший Магнитайз, но не выживает здесь. Йорк Найт. Хотя, хороший стан. Орбита. Выбили Эгиду. Ну и все. И Эрт Спирит здесь очень сильный. Пострадал. Эмейзинг тратит ультимативную способность. Орбита. Ну здесь скорее не выживает, конечно. Медуза приходит еще. И ультим... Точнее, Змейками забирает. Также Глимс был потрачен. Мазакари. Подстрял Найт Сталкер. Будет ли здесь умирать? Ну что-то он своих способностей не тратит. Стана нет. Но есть Змейка и минус Найт Сталкер от Слардара. Какая-то расклебанная сейчас началась у нас игра. Достаточно классно здесь Шторм Спирит. Но почему он понаглел и дальше полетел? Тут понятно, что все стягиваться на тебя будут. Плюс еще и Найт Сталкера от Билли. Ну это плюс команде Гус. Опять же, по Найт Ворсу видим, горы рисуются достаточно большие. Холмы, которые ознаменуют возвращение по Найт Ворсу одной и другой команды. Но немножко на самом деле безалаберно сейчас проходит игра. Учитывая тот факт, что... Орбита хорошо сыграл. В принципе, вовремя пришли все тиммейты и достаточно умело так разбросались. И в принципе, очень классно так и динамично все прошло. Опять же, Шторм Спирит потерял свои заработанные Блудстоны. Вот меня всегда это расстраивает, потому что 12 Блудстонов у тебя было. Сейчас 10 уже. Но это намного хуже преимущества. Опять же, там мы видим, что... Многие говорят, что там это заряды какие-то определенные играют огромную роль. На самом деле, расскажу сейчас. Просто Блудстон... Ну, блин, сложно сказать. Тут подстревает, кстати, сам Шторм Спирит. Отличный ультимейт. Попытался здесь Вайт как-то засейвить. У него получается. Здесь умирает, скорее всего, Эрт Спирит. Хорошая задувочка от Феникса. У Феникса есть яйцо, но продолжения, мне кажется, не будет. Умирает здесь достаточно быстро Шторм Спирит. Влетает сюда Орбита. Яйцо забрал. Сларк под БКБ. Под БКБ очень тяжело его убить. Хорошая игра от Сларка. Сларк просто сбивает ультимейт. Также есть Леон. Отправляется в таверну и остается лишь только Джон Керри, который уходит с ультимейта в крипа Мечника от Сил Света. Почти тимвайп. 1690 голды отыграли для себя. Команда Гус. Но здесь вырубили просто... Не очень умело Шторм Спирит туда залетел. На самом-то деле. Феникс все хорошо сделал. Просто там этот Сларк отлично отыграл. БКБ достаточно вовремя получая. Он начал просто давить игроков. И опять же вот по Нетворсу мы видим большой скачок снова. Произошел в сторону команды Мирмидонуса. И в принципе... Очень удобно здесь произошел файт. Опять же я забыл о чем я говорил на самом деле. Начинал говорить. Но это не имеет значения. Опять же 7 Блудстонов у Шторм Спирита. А, я рассказывал про Блудстон. Регенерация маны на огнерочку. То есть если у тебя 15, это плюс 15. Это очень хорошее преимущество. И время возрождения на 3 секунды каждый заряд. То есть если 3 умножить на 7, это получится 21 у нас. Правильно же я считаю, да? Да, все правильно. И получается, что... Здесь кстати хорошо залетел Слардарт. Забрал свой... Так скажем... Свою рунку. И отбежал быстренько на Форстстафе. Интересный мув. Но опять же вот 7 Блудстонов. Это 7 плюс к регенерации маны. Это конечно же неплохо. Но опять же восстановление... Очень на самом деле нехорошо вот тот факт, что очень быстро теряются эти Блудстоны. Сларк понимает, здесь есть вижен центря и не идет дальше. Это хороший на самом деле знак для Сларка. Потому что если ты бежишь и понимаешь, что там можно подстрять, нужно отойти. Адекватно. Но обычно это не действенно. Как мы видели у Слардара. Джон Кэрри стоит. Здесь очень интересно, так медуза его палит. Джон Кэрри этого не понимает. Может сейчас подстрять. Влетают сюда, цепляют Феникса. Феникса разбили достаточно быстро под ультимативное способство Дизраптора. Под рейджем уходит Лайстиллер. Попытались его Глинсону. Попытался здесь Орбита влететь, но не очень удачно. Кстати, проходит стан. Возможно, Джон Кэрри сам здесь подстрянет. Магнетайс тратится. Это минус Лайстиллер. Дизраптор забирает себе этот фраг. Забрали, конечно, у Сларка КД на БКБ. Подцепили Мейзинга. Хороший стан. По троим. Вайт. Палец всовывает. И это минус Дизраптор. Опять же, забрали в размен на Леона. Медуза зарабатывает себе фраг. Очень опасно, на самом деле. У Медузы уже имеется линкинг-сфера. Очень сложно будет ее здесь как-то цеплять. Сларк. Очень опасный. Вышку будут спокойно пушить бараки. И, в принципе, ничего не ощущать. Нету демеджа. Вот элементарно без Лайфстиллера. Просто нету демеджа. А у Лайфстиллера и Байбэка нет. 600 голды не хватает для того, чтобы выйти в Байбэк. Харибон выходит. Такой очень дерзкий мув. Орбиту, возможно, цепанут. Орбиту убивает. Что за безалаберность? Феник забирает. Хороший Санрей. Опять же, на развороте. Убивашка. Убивашка забирает очень быстро Найт Сталкера. И будет пилить яйцо. Опять же, Йорк Найт подстревает. Забирает его Шторм Спирит. Яйцо не падает. Но здесь, скорее всего, упадет. Последняя тычка влетает. Но здесь мало урона. На самом деле, от Медузы. Хотя там Крит 168 прошел. Убивашка подстревает здесь. И также умирает. Отличная игра. Очень такой динамичный пошел бой. На самом-то деле, меня прямо аж это сбудоражило. Тут и Сларк почему-то остался. Очень быстро улетела Медуза. Шадоублейд не видел я в КДБу или нет. Опять же, почему нет Сильвер Эйджа? Появляется Скул Башер. Можно объяснить. Начальные артефакты, которые стоят гораздо меньше, нежели Грейжиные, намного больше сейчас принесут непосредственно пользы. Просто, если ты собираешь сразу Сильвер Эйдж, ты даешь себе статы, даешь себе немного урона, плюс отключение пассивки, но ты не дает тебе это Баша. А Баш это хорошая составляющая, учитывая, что стоит он гораздо дешевле, нежели Сильвер Эйдж как основной артефакт. Поэтому очень хорошо, что Сларк именно такой билд для себя выбрал. Он очень эффективный и, самое главное, действенный. Сейчас мы видим, что делает он хорошо фраги. Плюс еще отыграна Нетворса на 7500 и Экспириенс. Ну, Экспириенс, конечно же, на 5000 так и остается. Кстати говоря, здесь Скан. Скан не очень удачный от сил. Тимой, по-моему, был заюзан. Ну вот, посмотрим. Сларк пока 8-5 имеет счет. Очень неплохо так по отношению к другим. Вообще любым героям. И сейчас Бивашка смотрится по отношению к другим вообще игрокам очень-очень сильно. Даже та же Медуза не так сильна. Но по смертям у Медузы гораздо все благоприятнее, нежели у Сларка. Опять же, все это на самом деле такие субъективные вещи. Все зависит от непосредственного... Непосредственная эффективность. Опять же, здесь борьба за Рошана у нас готовится, так скажем. Зарлазит Лайфстиллер в Шторм Спирита. Видим мы Смок. Будет ли как-то цеплять? Шторм Спирит отыграл для себя один из Блудстонов. Хорошая для него новость на самом деле. Леон. Ультимативная способность от Медузы. Леон очень удачно вышел. Леон сразу же отправляется в таверну. Захватили здесь также Дизраптора. Нет, да, он проказ, но Феникс тоже с яйца не выживает. Бьют, бьют Лайфстиллера. Лайфстиллера нет ультимейта. И он уходит в таверну. Также от Медуза. Трипл килл. Производит имбофор. Ну и тут же Шторм Спирит динается. 8 зарядов у него остается. Удачно файт прошел на самом деле для команды Гус. Только саппортов потратили. В размен на всех практически. Вообще не видно было там на Несталке. На самом деле. Ну, может быть то, что он фулл хп-шно убежал из файта. Говорит о чем-то. Ну, не знаю я. В любом случае Найт Сталкер в перспективе вообще ничего не делает. Ни Медузи, ни Сларку. Ну, Сларку, конечно, можно кинуть. Сайланс это очень неплохо. Но есть Деспакт. Всегда, если хорошая реакция у Сларка, Деспакт сбивает все. Ну, и не считая тот факт, что имеется уже и Сларка БКБ, которая вообще может полностью соперника повергнуть, так скажем, в шок. И здесь также у Медузы появляется Скади. Аквилу выбрасывает. Скади это классно. На Медузе теперь ее вообще практически не пробить. Рошан падает. Медуза забирает себе еще и вдобавок и Гиду. У нее КД прошел на Стонгейс. И все. Сейчас буду заходить на хайграунд и очередную сторону, возможно, сбривать. Команда ГУС. Все у них прекрасно. И по Нетворцу мы увидим ту же самую ситуацию. Более 10 тысяч преимущества у команды ГУС и более 7,5 тысячи. Что не скажем мы по основному счету. 20-20 счет. Но доминация команды ГУС здесь позиционная даже. То есть они позиционку выигрывают очень хорошо. Плюс Дезраптор хоть и умирает там часто в файтах. Не прокастовавшись. Даже без него, в принципе, все прекрасно у команды ГУС. Там же и Йорк Найт особо тоже долго не живет. Но Коры уже очень сильные. И реализация вообще Коров великолепная. Не боится Медуза. Вообще стоит прекрасно. Бьет Тавр. Ну уже под ожогом. Санрей. Ну Санрей здесь бьет по мани очень сильно Медузу. Ночь. От Найт Сталкера будет ли какая-то битва. Лайфстилер уже в Сторм Спирити. Опасно влетать, потому что все тиммейты на подсейве, так скажем. И Медуза вообще ничего не боится. Потратили. Потратил Сайланс Найт Сталкер. Но Медуза быстренько задоджила все это. Учитывая, что Линкинг Сфера тоже была потрачена. И пушит спокойно вообще. И ничего не сделается. Даже Слардар огрызается, подходит. На самом деле здесь очень опасно это делать. И спушили Тауэр. Подпушили Барак. Кстати, не тот Барак били. Но на развороте в любом случае будут бить Барак Мечников. Здесь недолго будет стоять. Прям больно-больно. Минус Линкинг Сфера. Залетает сюда Змеечка. Но ничего не происходит. Войд от Найт Сталкера. Пока все тихо. Залетает от Феникса тут такие ожоги. Фаер Спириты. По Медузе. Минус Линкинг Сфера. Хороший Сайленс. Но быстро сбивается Манта Стайл. Очень быстро пушит Медуза. Ну, медленно ковыряет. Но эффективно ковыряет. Опять же, забрала уже одну казарму. Но это только Эгида. Ночь. Найт Сталкер. Бегут. Под Амплифай Дэмэджем. Реализация. Блэкинг Бар. Влазит отсюда Джон Кэрри. Моментально сбривает Дизраптора. Также забрали очень быстро Леона. Найт Сталкер тоже уже в казарме. Харри Бон. Очень отличная реализация ультимейта Медузы. Просто всех в камень превратила. Просто ничего никто не мог сделать. Убегает Лай Стигра. Буквально-таки лоу ХПшный. Фаер Стак здесь тоже не выживает. Отличная игра. Вот они башики. Прокают. От Сларка. Сильвер Эдж здесь совершенно не нужен был. Отличный выбор башера. Две минуты. Эгида не выбита. Минус все практически. Там был байбэк, по-моему, от Найт Сталкера. Без гема он остался. Но это ГГ, конечно же, здесь никак не задефать. Просто элементарно нету дэмэджа в эту Медузу. Нету. Никак не внести. Был бы антимаг, возможно, была бы какая-то возможность. Даже тот же самый... Прошу прощения, Фантом Ланцер, который, в принципе, с дефузами очень много проблем может нанести здесь любому игроку. Но, опять же, это первая игра. Забирают ее ГУС Гейминг. Поздравляем их с победой. Надеемся, следующая игра будет такая же эпичная, как эта. Ну и пусть Мермидоны соберутся и покажут в будущем хорошую игру. Ждем следующей игры, дорогие друзья, дорогие ребята. Смотрите следующую игру. Ждем трансляцию. Ждем трансляцию.